Всем привет! Сегодня про свин встретился с талантливой актрисой, потрясающей девушкой и начинающей триатлонисткой Даной Абызовой. Дана, расскажите, с чего началось ваше увлечение триатлоном? Так получилось, что три года назад, когда я прекратила сотрудничество с театром, решила как-то поменять направленность своей деятельности на кино. Какое-то время после ухода из театра у меня образовалась такая пауза профессиональная, и нечем было ее заполнить, то есть я находилась в такой прострации легкой. И как-то где-то гуляя, значит, мне кто-то сказал про триатлон, просто кинул это слово, триатлон. Я думаю, что это такое, интересно, биатлон, что ли, лыжи, стрельба, вообще не знала, что это такое. И как-то забыла об этом. А потом просто сидела в телефоне, тупила, думаю, дай-ка посмотрю, триатлон, интересно же, что это. Вот, значит, я наткнулась на двухчасовой фильм о чемпионате мира по триатлону в коне, документальный. И посмотрела его на одном дыхании буквально, то есть у меня кон в горле, крылья за спиной. И я понимаю, что я влюбилась в этот вид спорта с первого взгляда, что я не могу просто так на это смотреть, мне нужно это делать самой. Какая-то такая невероятная просто увлеченность с первого раза, с первого взгляда, просто любовь. Вот, и понеслась. Я поняла, что, ну, то есть прошло какое-то время, я как-то в себе эти чувства погасила, но не переставала смотреть ролики про эти старты невероятные, про паралимпийцев, которые стартуют все вместе, и как они, ну, себя преодолевают. И это как-то так невероятно, эти невероятные эмоции на финише, которые испытывают люди, даже вот просто любители, которые делают это ради себя, ради самопреодоления какого-то, ну, роста личностного. Вот, это очень круто, и меня это прям очень сильно зажгло. До сих пор я рассказываю, у меня прям... А расскажите, а был ли у вас в прошлом какой-то спортивный опыт? Нет, никакого. Нет, я никогда не увлекалась спортом. Вообще, мне всю жизнь было по барабану на спорт абсолютно. В школе я прогуливала физкультуру, даже когда училась в театральном институте, акробатику тоже частенько косила. Расскажите про ваш первый старт, как это было, какие эмоции вы испытывали? К первому старту я готовилась буквально вот с нуля полгода, причем перед первым стартом, это был спринт в Айанапе на Кипре. Я очень серьезно заболела, месяц буквально у меня была серьезная ангина с осложнениями. В общем, я думала, что все сорвется, но вот это вот желание при этом первый раз, поэтому я сделала все, чтобы поправиться. И, конечно, из-за того, что болезнь наложилась на отсутствие тренировок, месяц пропуск, то, конечно, это был абсолютно позорный старт. Спринт за 2 часа 12 минут, ребята. Это просто капец какой. То есть я пришла предпоследняя, а после меня какая-то 80-летняя старушка была. То есть я поняла, что кошмар. Но тем не менее я не расстроилась, поняла, что есть над чем работать, и желание, наоборот, только еще прибавилось. А расскажите, а как ваш муж и ваши коллеги относятся к вашему такому непростому вовлечению? Ну, вы знаете, вообще в России мало кто знает, вот среди моего круга, мало кто знает, что такое триатлон. Поэтому я занимаюсь такой образовательной программой, если можно так назвать. Ну вот, и всячески, значит, людям рассказываю, как это круто, давайте со мной, давайте, ребята. Вот, но все удивляются, конечно, когда я называю там какие-то цифры, сколько чего нужно делать. Вот, особенно если, ну там, ладно, спринт еще как-то можно представить, а начиная с Олимпики люди просто закатывают глаза и не понимают вообще, как это возможно. А уже если говорить о половинке или о Байрон Мэне, то это, конечно, ну, вызывает, ну, удивление и восхищение. Вот, это, конечно, приятно. Данна, скажите, а вы тренируетесь самостоятельно или у вас есть тренер? Да, сейчас я сменила тренера и тренируюсь в клубе «Темп». У меня совершенно замечательный, прекрасный тренер Никита Хабаров, вот, который простраивает мне тренировки, исходя из моего графика, непростого, надо сказать, киношного графика. Я не знаю, каким чудом он туда вписывает, встраивает, значит, вплетает буквально эти тренировки. Он делает это очень талантливо и прекрасно, вот. А скажите, какой профессиональный спортивный совет тренера вам пригодился и как он вам помогает во время соревнований? Ну, Никита мне советует ничего не бояться и получать от всего удовольствие, несмотря ни на что. То есть у меня как бы другая ситуация, я любитель, мне в этом смысле морально легче. То есть я не гонюсь за какими-то суперсекундами, там, я даже не продвинутый любитель. Вот, поэтому я делаю это только вот как бы в свое удовольствие. Для меня пройти какую-то дистанцию, просто вот дойти до финиша, это уже подвиг. Расскажите, как выглядит ваш день триатлонистки? Как он проходит? День проходит так. Если, допустим, мой съемочный день начинается в 7 утра или там в 8, то я встаю в полпятого, легко завтракаю и делаю тренировку, либо, если это с утра, то это либо велосипед дома на станке, либо бег по улице, если тепло, если зима, то я еду в круглосуточный спортзал и бегаю на дорожке, что, конечно, хуже, но что делать? Вот, а бассейн я могу только по выходным, потому что, когда бассейн открывается, я уже давно на работе, когда он закрывается, я еще на работе. Так что по выходным я либо один раз в сутки, либо два там с утра и вечером плыву. Вот, насколько мне известно, вы единственная актриса, которая занимается триатлоном. Как вам удается совмещать триатлон и актерскую работу? Ну вот, честно говоря, кое-как. Вот это самое такое, мне кажется, подходящее слово, потому что съемочный день длится, ну там, 12 минимум часов, то есть это такой стандарт, меньше, ну, не бывает. А бывает там по 16, по 18, ну, максимум там 20 часов. Ну, это редко, конечно, но бывает. Поэтому, соответственно, на сон остается очень мало времени, а сон и восстановление, как мы знаем, это очень важная тема. И как бы и все тренеры, и мой тренер, в частности, очень как бы настаивает, чтобы там было минимум 7 часов сна для грамотного восстановления. Вот, поэтому, конечно, когда идет в ущерб сна, тренировки идут какое-то длительное время, то я, конечно, жертвую тогда уж тренировками. То есть я могу пропустить там 2-3 дня, но зато высыпаться, ну, хотя бы там по 5 часов. А скажите, если сравнивать по тяжести, что тяжелее, пройти триатлон в дистанцию олимпийскую или отработать съемочный день? Мне кажется, что это примерно одинаково. Хотя нет, съемочный день, наверное, даже проще отработать. Если говорить о проекте, там, отбомбить какой-нибудь длительный проект, там, на полгода, то это примерно можно соотнести там с половинкой, допустим. Хотя я никогда половинку не проходила, но я проходила олимпийку, и, ну, примерно могу предположить, что, ну, по энергозатратам, вот там, полугодовой проект, каждодневная работа, допустим, и половинка, это примерно одинаково. А так, конечно, ну, физически и морально мне сложнее было вот на олимпийке, чем, там, один съемочный день. Ну, потому что я, наверное, только начинаю, как бы это для меня новая абсолютно сфера, и в кино-то я привыкла, я примерно уже понимаю, чего куда. Триатлоны — это прежде всего преодоление себя. Как вы мотивируете себя на тяжелые старты и на тяжелые тренировки? Я, опять же, просматриваю ролики о людях, вот, ну, абсолютно вот разных, и профессионалы меня дико мотивируют. Это всегда очень трудолюбивые, целеустремленные, очень классные люди, также любители. Я знаю девушку одну, Яну Поляк, она познакомилась с ней вот на старте в Кипре, она тоже любитель, так же, как и я. Примерно вот мы начали заниматься триатлоном примерно в одно время. У нее маленький ребенок, то есть семья, она работает организатором, там, или что-то такое, то есть очень, ну, такая подвижная энергозатратная профессия, и при этом она занимается триатлоном, и она уже сделала полный аронмен, то есть за это время. То есть, и я смотрю на нее, я совершенно не понимаю, когда человек успевает столько делать, столько тренироваться, откуда столько энергии, еще и ребенок, у меня нет детей, я не знаю, что это такое, мне кажется, что это вообще что-то невероятное, что надо иметь столько энергии и сил, чтобы все это успевать. Вот, я знаю, что он тренируется, там, два раза в день, то есть это для меня просто какое-то, ну, чудеса какие-то. И, конечно, это не может мотивировать. Я смотрю на себя, смотрю на них, и думаю, боже мой, я же тоже, ну, могу, почему я ленюсь? Или, допустим, вот, когда я делала первый спринт, уже на беговом этапе, я понимаю, что, ну, бежать быстро я совершенно не могу, у меня сил нет, я вообще офигеваю, не понимаю, что, как это вообще, что происходит. Вот, и мне навстречу бегут вот паралимпийцы как раз, там, мужчина без ног, без рук, то есть вот с этими штуками, и, ну, бежит, то есть он весь красный, весь обливается потом, но он делает, у него горят глаза, он хочет доказать самому себе, там, я не знаю, дочери маленькой, которая его на финише ждет, что это не важно, там, что, там, вот, один слепой с поводырем делал с тренером, его девочка ждала на финише с большими такими лупами, вот, то есть он сделал, доказал ей, она к нему на руки вот так вот на плечи села, и она просто, она плачет от счастья, понимает, что вот это вот все, это не важно, то есть можно доказывать себе и жить полной жизнью, дышать полной грудью, несмотря на то, что там зрение плохое, или даже слепой человек, или даже без рук и без ног, и я такая бегу, у меня все вообще на месте, и что-то там махныкаю, вот, конечно, это мотивирует очень. Какая ваша сильная сторона как триатлета? Велосипед. Велосипед. Ну, да, потому что самое привычное, плавать я не любила никогда, вот, это такой самый у меня проблематичный момент, к тому же, вот, единственный страх, который у меня есть, если говорить о фобиях каких-то, то это вот страх воды, именно зрительный контакт с дном морским. Когда я вижу водоросли или рыбу, у меня пульс под 200, даже если я плыву в каком-то там супернизком темпе, и я начинаю просто захлебываться, задыхаться. На стартах, конечно, проще, потому что там куча народу, и ты понимаешь, что рядом есть люди, можно схватиться за кого-нибудь, там, спасателей, а на тренировках это очень трудно. С бегом так себе, то есть я никогда особо не бегала, это я только начинаю, а велосипед я крутила в детстве, то есть как-то это привычнее, что ли. То есть вам дается сложнее всего плавание? Это ваш такой... Ну, именно морально, потому что как бы в бассейне я плыву вполне, ну, среднее, но нормально, то есть у меня нет никаких там проблем при контакте с водой, просто с водой. А именно когда вот эта вот неизвестность, которая вот там вот неизвестно что, и я понимаю головой, что это бред, что никакая рыба меня не будет сжирать, но у меня почему-то вот полное ощущение, что сейчас вот вылезет оттуда какой-то, не знаю, оборотень, и потащит меня туда, на дно. А в чем секрет вашей такой самой успешной, продуктивной тренировки? Во-первых, наверное, выспаться, во-вторых, питание очень важно, потому что если есть какую-нибудь фигню или что-то неправильно сделать, то будет обязательно колоть бок, или там, ну, какие-то ощущения неправильные, то есть важно все-таки соблюдать вот этот режим, налаженный он должен быть, это очень важно. Если все сходится, и выспалась, и правильно поела, то гарантированно будет все классно. Большую часть времени вы проживаете в России, и здесь такой специфический все-таки климат, тяжелый, холодный, вот как влияет ли он как-то на тренировки, потому что соревнования все-таки проходят в теплых странах? Ну, безусловно, влияет. Я вот не могу на беговую тренировку выйти зимой на улицу, потому что у меня сразу горло, сразу ангина, поэтому приходится ездить в Манеж. Манеж, вот если говорить про Петербург, то как бы не очень в удобных местах находится, то есть далеко добираться, это надо закладывать там часов пять, чтобы было там добраться туда, сделать тренировку и обратно вернуться. То есть как бы это вообще мало реально. Проще, конечно, выйти напротив дома в спортзал и отбегать на дорожке. Ну, так. Чувствуете ли вы прогресс от тренировок, и в чем он заключается? Ну, я чувствую, что я стала выносливее. Допустим, по лестнице подняться на 10 этаж, где я в Питере на 10 этаже живу, вот, уже без лифта мне значительно проще. То есть я раньше там могла задыхаться, начать уже со второго пролета, а сейчас уже могу отбомбить до 10 этажа и нормально. Вот, конечно, как бы за счет моего низкого МПК закисление начинается там, ну, пораньше, но в целом я чувствую, как бы, и прилив силы, энергии от тренировок. И, конечно, как бы, вот, ну, даже уставать на съемочной площадке я стала, как бы, вот, у меня увеличился, как бы, этот, как это назвать-то? КПД. Как? КПД, коэффициент полезного действия. Ну, наверное, да, как-то так. Вот, то есть раньше, допустим, я там отработаю 10 часов, и все, я уже к концу дня не как гущая. А тут 12 норм, могу еще, могу еще, пожалуйста. Какая гонка для вас самая памятная, и почему она стала для вас самой памятной? Ну, безусловно, первая, потому что она первая. Это был спринт. И, конечно, первая Олимпика, которую я сделала, вот, в марте этого года, то есть недавно совсем. Вот, первый раз как-то с погодой не очень повезло, были дикие волны, просто огромнейшие. Я никогда не плавала при таких больших волнах. На велоэтапе был сильный встречный ветер, просто, то есть я еду в какой-то там тягунок небольшой, а мне просто такое сопротивление, что я там, ну, офигевала, и вообще думала, нафиг все это, думаю, сойду. Вот, но все-таки думаю, нет, надо доказать себе, надо кое-как, просто кое-как. Еле очень сложно дался этот старт, очень сложно. Поэтому я планировала пройти в мае половинку, вот сейчас на Мальорке, но я просто понимаю, что, опять же, из-за графика, из-за каких-то вот, ну, не всегда есть возможность стабильно тренироваться, стабильно спать и питаться. Я просто пока отложила это. Отложила, может быть, там, ну, ноябрь попроще, какая-нибудь половинка в Турции есть хорошая такая, плоская, потому что на Мальорке все-таки это горы. Ну, мне кажется, для первого раза не самый подходящий старт. А скажите, а как ваш муж поддерживает вас перед соревнованиями, как он настраивает вас психологически, потому что я обратила внимание, что он все-таки с вами ездит. Да-да-да, нет, к счастью, у нас нет такой проблемы, что, знаете, это бывает, когда один триатлоном занимается, другой ненавидит все это. У нас такого нет. Мой муж прекрасный тоже актер Алексей Морозов поддерживает меня абсолютно во всех моих начинаниях, и это, конечно, очень большая поддержка. Я понимаю, что я могу все. На старты он всегда ко мне приезжает. Что бы ни было, он бронирует обязательно в графике один-два дня, чтобы прилететь и именно в день старта быть со мной. Прыгает с плакатами. У меня семейное прозвище Гуся. Вот, он пишет, Гуся, давай, Гуся, вперед. Прыгает. А откуда пошло это прозвище? Как-то совершенно случайно. Не помню точно. Ну, я как-то вот приболела, и что-то он, значит, меня как-то, ну, пытался как-то взбодрить. И как-то, значит, назвал просто в шутку гусь хрустальный или гусь... Ну, как-то так. В общем, с тех пор у нас пошло. Я, значит, Гуся, а он Гусь. Если он где-то, значит, на гастролях, то он Гусь залетный. Если, значит, мне холодно, то я Гусь залетелелый. Ну, в общем, о чем вы думаете во время соревнований, когда бежите, плывете? Да, я представляю себя супергероем, который должен спасти Землю от какого-то глобального бедствия. Это бред, конечно, но мне это помогает. То есть, когда мне очень тяжело, я, ну, вспоминаю мыслительно музыку какую-нибудь такую, знаете, героическую, прям там из каких-нибудь там фильмов, там, когда там, не знаю, кто-то летит галактику спасать. Ну, вот, ну, такое что-нибудь пафосное, жутко. Вот, и поскольку на стартах наушники нельзя, я все это в голове начинаю прокручивать, иду там, да-да-да-дам, там, там. Представляю, что я в костюме Супермена, и как бы мне нужно просто, вот, если я не добегу, то все, мир исчезнет. А почему нельзя наушники? Ну, потому что есть какие-то моменты безопасности, наверное. То есть, я могу что-то не услышать, или, как бы, одно дело крутить на станке дома и слушать музыку, а другое дело, ты на шоссе, где есть движение какое-то и автомобильное, и других участников. То есть, нужно, как бы, предупреждающие сигналы слышать. То есть, кто-то из участников может сзади кричать, там, left, right, там, чтобы отступить, чтобы, ну, в обгон пойти. И это все нужно фиксировать, как бы. Какие эмоции вас настигают после пересечения финишной черты? Вы знаете, когда я представляла себе, как я пересеку финиш первый раз, мне казалось, что я буду обливаться слезами, что это будет так красиво, что будет вот эта вот красная айронменовская дорожка, вот эти вот, ну, бесконечные эти волонтеры, друзья, родственники, которые стоят на финише, все будут кричать, я вот так счастлива. И, значит, это медаль, и красивые фото, но на деле все не так. На деле я прибегаю на финиш, жутко уставшая, вся отекшая, буквально, у меня ноги, как два бревна. В общем, это не самое, как бы, прекрасное зрелище. Вся, значит, волосы, как бы, они не очень красиво уложены, они после морской воды, прилипшие вот так вот вплотную к голове. В общем, получается такая маленькая голова, и отекшие такие два бревна. Вот, от того, что ты долго страдал, получается, как бы, такое несчастное лицо, вот такое. Вот, в итоге все, как бы... А много ли девушек вы встречали на стартах? Ну, меньше, конечно, чем мужчин, но все равно очень большое количество, очень много девушек занимаются. Какие цели вы ставите перед собой в спортивном плане, и что мотивирует вас их достигать? Ну, вот цель, значит, сейчас, на данный момент, сделать, пройти половинку, попробовать. Какую-нибудь спокойную, более лайтовую, чем Мальорка или, там, Барселона, скажем. Вот, сделать сейчас, вот в Сочи я поеду делать спринт в июне. Мотивирует, мотивирует путешествия, конечно же, потому что, ну, понятное дело, что в России это только летний сезон. Вот, а так можно заодно куда-нибудь съездить новое, посмотреть что-нибудь, совместить это с новыми знакомствами, опять же. Вот, ну, это приятно. Приятно. А какие пять вещей необходимы триатлонисту для успешного старта? Кроссовки, велотуфли, шлем, велосипед, стартовый костюм, гидрик. Перечислите, пожалуйста, своих личных три лайфхака для наших подписчиков, которые помогут начинающему спортсмену подготовиться к триатлону. Три, да? Первое. Только в удовольствии. Только. Второе. Очень внимательно относитесь к себе и к своему здоровью, потому что очень часто бывает так, что как бы срабатывает такая тема, что ты хочешь как бы свою волю натренировать и думаешь, ой, мне плохо, ну и пофиг, буду еще бегать, буду еще там что-нибудь делать. Прям до изнеможения себя доводит, потому что считают, что как бы важно развивать себе волевые качества. Но потом это может сказаться очень плачевно. Поэтому для тех, кто начинает и ничего не знает, очень как бы прислушивайтесь к себе, сдавайте анализы, слушайте тренера, и все будет хорошо. Самостоятельно же тренироваться я не советую. Потому что есть много очень нюансов, о которых вы можете даже не догадываться. Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы поделились с нами своим опытом. Мы хотим еще преподнести вам подарок, это наша фирменная футболка Pro Swim. Спасибо. И спасибо вам и удачи на гонках. Спасибо большое, спасибо за внимание и за прекрасное интервью. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!